28 января 2021 года с понедельника по сегодняшнее число пришло от вас около 6000 отзывов вопросов суждений различных по характеру есть те которые носят положительный характер таких большинство но и попадаются такие где человеке люди просто говорят матюки пишут матюки ну это хорошо спасибо и за это наконец-то жители города лодыжины немножко проснулись значит просматривая эти ваши комментарии отзывы о том что происходило в городе наконец-то можно говорить о том что люди проявили какой-то интерес какую-то жизненную позицию они не безразличны к судьбе города своей судьбе к судьбе своих детей которые здесь проживают ну хотелось бы ответить на некоторые вопросы которые там звучали на часть вернее из них значит одна из тех кто писал свой отзыв написала чему вы разговариваете российской мовой вы очевидно приехали в украину хочу сказать что я не родился вырос в украине и своих більш ниже 60 роков преважная частина я прожил в украине ельки два роки службы в висках на територии белоруссии и три с половиной роки и колыбов в сибиру за пивничным колом працю а в россии остальное время я проживаю в украине это 60 с лишним лет вот учился как в русской так и в украинской школе и як российскому так и украинский язык для меня является родным и вопросов общения абсолютно никаких нет мало того когда я учился в школе значит было такое правило такой закон все кто учился в украине должен был изучать украинский язык литературу и обязательно сдавать экзамены по языку и литературе в противном случае вопрос об аттестате не стоял те же кто приезжал из-за пределов украины на какое-то время освобождались от изучения язык а потом все как и для обычных учеников обычной школы в украине следующий вопрос который очень часто встречается комментарий о чем мы говорили с антоном гурой как ваше мнение о нем не знаю не встречался не общался но все то что высказал своем блоге я поддерживаю на 99 процентов мало того я мог бы добавить еще в раза два три больше чем было высказано в его блоге мое отношение к тарифам и к настоящей действующей власти вопросы тарифов я озвучил тарифы и однозначно должны быть пересмотрены и не за счет субсидий за счет того чтобы уплата этих тарифов было посильными для пенсионеров или людей у которых очень незначительный доход отношение мое к власти ну как я могу относиться к власти которая 30 лет издевается над простыми людьми и обычно к власти как на местах так и вверху приходят проходимцы просто не учи которых элементарно отсутствует даже диплома среднем образовании я не говорю о наличии аттестата или диплома я говорю об полученном образовании вот такие мои вкратце ответы на эти вопросы ну а сегодня я хочу отметить то что в очередной раз второй день в январе месяце двадцать первого года жильцы наших домов опять оказались без воды декабре месяце это было десять раз в январе это второй день вот так мы живем спасибо нашей родной местной власти спасибо тем кто за нее голосовал до свидания